Доброе утро! Итак, просто запишу видео, выйти поздороваться с вами, да? Всех поблагодарить за... Да, просто попростить. За хорошие слова, за поддержку, за помощь. Да, мы можем быть в разных состояниях. Вчера в таком, сегодня в таком. Да, а я в постоянном. В каком ты постоянном? Весёлом, оптимистичном и хорошем. Да, мы просто вышли прогуляться. Сегодня хорошая погода, тепло. Когда я всё равно напялила 10 кофт, да, чтобы никто не переживал, что я прохладно одета. Но голова чувствует, что будет дождь. И на сегодня передавали, в принципе, дождь. Так что вот такие дела. Не буду нагружать, да, состоянием здоровья. Пока просто наблюдаем. Так что вот такие дела. Не факт. Да, не факт. Татьяна Николаевна, тебе привет. Не судьба нам была встретиться. Не нюхо! Да, так что, ну, сегодня погодка похожа на бабье лето. Студенты гуляют, молодёжь гуляет. Ну и мы гуляем. Здесь недалеко находится колледж. Вот мы и идём. И молодёжь, да, 15, 16, 17 лет. Вспоминаю свою весёлую молодость в колледже. ХМК. Вдруг меня кто с ХМК осмотрит, поймёт. Всем привет. Боже, как там классно было. Мы танцевали, праздновали, гуляли, ездили на выступления. Всякие костюмы шили. Марина Валентиновна, я знаю, вы меня точно смотрите. Вам за это большое спасибо. За организацию, за поддержку. Так что вот такие дела. У меня в универе такого не было. Вот универ был поскучнее, чем в колледже. Ты была уже сам, уже всё. Да, я была уже бракована. Да, была уже бракована. Если бы ты была, одна была веселее, намного. Да. Ну вот Татьяна Николаевна, лучшая подруга моя, Танюха, она всегда говорит, блин, я училась, училась, а вот сейчас и вспомнить нечего. Лучше бы я не училась. Так что, кто в универе, вдруг меня смотрите, совмещайте полезное с приятным. Нет, подожди. Так что вот такие дела. Молодость была разная, но спасибо маме. Мама всегда доверяла. Ну и мы глупости не творили. Если что, не, но было всё. Было, было. Да, да, да. И лавочки были, и пирожки были. Чёртишь. Не, но всё было. Понятно. Обманывает, как ты всё. Всё было, но есть что вспомнить. Да, понятно, что есть. Так что вот такие дела. По поводу насморка, все вы мне пишите, что я не лечу насморк. Кто пишет полоскать? Ребята, я уже перепробовала. Я была у двух лор-врачей, у двух дерматологов. Люди, при чём здесь насморк? Здесь аллергия. Вот пока она не родит, не пройдёт она. Да, мне один врач так и сказал. Можете лечить чем угодно, что угодно. Но вам это не поможет. Родите, если не пройдёт, тогда уже будем что-то делать. Потому что у меня наплывами. У меня бывает, например, два дня ничего. Вот как сегодня. Сегодня плюс-минус ничего. А вчера был капец. Ну, вчера был. Так что... Эдем... Эдем у меня есть, но я его на постоянной основе пила. Теперь я его не пью, потому что... Там написано побочные эффекты. Тошнота, рвота и так далее. Я сейчас, например, при почечной не пью его. Так что вот такие дела. Ну, а мы пойдём. Походим. Кто-то там написал, почему вы не показываете себя в полный рост. Ну, во-первых, как я вам покажу себя в полный рост. Нет, давай я тебя издалека покажу, давай. Да не хочу я. А во-вторых, ну, да, не хочу я животиком светить. Хватит. И много ляляк о том, о чём не надо лялякать. Я втихаря у вас... Вот, если вы её, когда она будет спать. А я вставлю в это видео то, как он в трусах сегодня скипел песни на кухне. И полдома это слышала. Так что... Виктор Владимирович любит петь. У нас все соседи просыпаются, потому что Витёк поёт. И напоследок, чтобы, да, не отягощать это видео, хорошие новости из Харькова, да. Во-первых, в Харькове более или менее три дня тихо. Мы вчера звонили, сказали, что тихо, ночью были, ракеты были, но артиллерийские снаряды, сейчас обстрелы не происходят. И власти заявили, что риски очень маловероятны. Их отодвинули на такую территорию, с которой именно до Харькова доставать очень трудно. Поэтому, ну, одной проблемы меньше.